Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается взаимоотношений с мужем. Нам необходима помощь специалисту в отношениях мы с мужем вместе в четвертый год, для меня проблема в следующем. Невозможность спокойно, конструктивно разговаривать с мужем на волнующие темы, решать проблемы, противоречия закрыты. Невозможность понять, что муж вообще хочет, какие у него потребности, желания и ценности. Трудность после ссор, возвращение нормального общения, сравнение меня с предыдущей женой и другими женщинами. Флит с другими женщинами в моем присутствии, когда я не была в курсе, потом узнала трудности в бытовом плане. История длинная и сложная, на мой взгляд. Мой запрос такой, получить помощь экспертов, но естественно мы учимся в данной проблеме решились при сохранении нашего союза. Если этого не получится, я принял решение прекратить эти отношения для меня нетяжелых. Я долго верила в то, что мне под силу решить эти проблемы, но теперь поняла, что ошибалась. Эти вопросы зависят не только от меня. Многое было испробовано, но не помогло. Я пробовал разные способы общения, разные реакции, предпринимал попытки работать сама, одна с психологом. Мы предпринимали попытки общаться с психологом вместе, но через пару раз это заканчивало. Проблемы в наших отношениях никуда не делись. Одни из них со временем после нас па, другие обострелись. Муж формулирует запрос к совместной работе с психологом, чтобы ты была спокойна. Пока затрудняется, более развернуто описать. Он говорит, что его все устраивает. В отношениях все подходит во мне. Общаться с экспертом устно подробно. Он готов. Смысать, у нас не получается решить. Сейчас мы оба настроены на полный длительный курс работы со специалистом. Уважаемые эксперты, кто готов взяться с нами работать, помочь разобраться в этой истории. И если возможно, то помочь нам устранить существующие проблемы. Ну, по описанию вашего текста, я бы сказал, что то, что вы описываете, очень больше похоже на проблему вашу. Нежели чем на проблему мужа. Ну, то есть, муж говорит, что его все устраивает, и он формулирует запрос, чтобы ты была спокойна. Это есть ощущение, что вы его, как бы, за собой тянете. У меня, по крайней мере, не возникло такого ощущения, что... Ваш муж хочет работать и видит проблему. Вот. Вот. С меня, по ощущениям, больше получается так, чтобы он это делает как-то для вас больше. Вот. Нежели чем для себя. А вот то, что вы описываете, ну, вот, самостоятельно, самостоятельно, так скажем. А вот то, что описываете вы, действительно, больше похоже на проблематику вашу. То есть, это, вот, вас что-то волнует и вас что-то беспокоит. Вот. И поэтому вы много, конечно, говорите про себя и своего мужа в объединяющем лице. Вот. То есть, вы говорите мы. Но это самое мы, оно, вот, как раз таки здесь больше смущает. То есть, мне кажется, что отделить ваше, собственно, собственные проблемы от проблем мужа является первоочередной задачей. Вот. А формально, проблемами вашими в отношениях является то, что проблемой считаете вы и ваш муж. Понимаете, да? То есть, если, вот, муж говорит, что во все устраивает и он делает это, чтобы ты была спокойна, вот. То это как-то больше про то, что у мужа, как бы, проблем нет. Нет. По крайней мере, внешне. Не очень понятно, о чем он собравится устно говорить, если он сейчас говорит, что проблем нет. То есть, это какая-то сомнительная сомнительная сейчас история. Вот. У меня есть ощущение, что вы просто, ну, тянете как бы супруга за собой. Дальше. Для меня проблема следующая. Невозможно спокойно говорить, конструктивно разговаривать с мужем на волнующие темы. Это скорее вопрос по поводу того, ну, на мой взгляд, это вопрос по поводу того, что не ведет себя так, как вы хотите. Вот. Не ведет себя так, как вам нужно, на мой взгляд. Вот. На мой взгляд, да, вот. Человек не ведет себя так, как вы, там, не знаю, от него ожидаете, ну, допустим, к примеру. Вот. Но только он и не должен вести себя так, как вы от него ждете в этом смысле. Вполне возможно, что он и не будет, и не будет, и не умеет вести себя так, как вы хотите. Что-то, что тогда. Что, если он, вот, не будет вести себя так. То есть, понимаете, да, невозможно, вы говорите, моя проблема, невозможность конструктивно разговаривать с мужем. Это не ваши проблемы. Проблема не в том, что вы не можете конструктивно разговаривать с мужем. А проблема в том, как вы на это реагируете. Скорее. Вот. В этом я бы действительно бы, вот, увидел бы проблему. То есть, то есть, понимаете, как бы разница. Я надеюсь. Вот. Ну, постарайтесь, постарайтесь ее увидеть. Вот. Вот. Да, разница, вот, между тем, что вы говорите, и тем, что вы имеете в виду. Ну, и тем, что вы имеете в виду. Вот. Да, не одно и то в данном случае. Дальше. Эээ, значит, решать проблему. Ну, опять же, да, то есть, как бы, где вы-то здесь? Противоречие, закрытость, невозможность понять, что муж вообще хочет, как у него потребность, что желание и ценность. Это говорит о том, что с вами сложно отправиться на суда. Понимаете, то есть, это не, это, опять же, момент, момент не про ваши взаимоотношения, а про то, что у вас, у вас его подобное, подобное поведение вызывает тревогу. Ну, вероятно. Вот. И опять же, что, что я хочу сказать, что то, что у вас вызывает тревогу, его, вот, ну, невозможность, как бы говорить, его понять, например. Так это, опять же, формально проблема ваша, потому что мужчина, он, может быть, просто такой закрытый человек. Да? Вот. А вам нужно его раскрыть. То есть, ну, вы, вот, пытаетесь его раскрыть. То есть, это вот, на мой взгляд, здесь как раз-таки нарушение личной границы, потому что сейчас это больше выглядит как то, что вы хотите, ну, хотите его как-то вот переделать под себя, да, потому что, ну, вам вот не нравится. Вот. Вот. Вам не нравится столько, как вот он себя ведет, например. Вот. Я могу вас понять в этом, в этом смысле. Могу понять, что вам это не нравится. Но, как бы опять же, смотрите, если он таким был всегда, то речь идет о том, что вы не принимаете его сейчас. Таким, какой он есть. Таким, какой он есть. Если человек таким стал в отношениях с вами, то нужно уточнить, а является, что это для него проблема. То есть, является ли для него проблемой то, что вот, ну, то, что вы описываете. Вот. Если, если он относится к этому как к ухудшению качества своей жизни, да, то есть, если для него это ухудшение качества жизни, то в таком случае, да, можно говорить о том, что это ухудшение качества жизни. А если для него это не ухудшение качества жизни, как, как в таком случае быть, понимаете, да? То есть, тут все довольно, довольно не одно значит. Вот. Кроме, кроме того, опять же, вот вы говорите, что у вас проблемы, как бы, со взаимодействием с ним. Вот. А у него есть какие-то проблемы со взаимодействием с вами, например. Вот. Потому что, опять же, он говорит, что его все справилось. Ну, короче, ему все, ну, все нравится. Вы ему подходите. Вот. Понимаете, да? Красивая штука. Дальше. Так. Трудность после сорок возвращения нормального общения. Это у кого? Такая трудность. Трудность. Это трудность у него. Это трудность у вас. Вот. А сами ссоры из-за чего возникают. У этого тоже есть причина. Ну вот. Так. Дальше. Идем. Так. Сравнение меня с предыдущей женой с другими женщинами. Аммм. Опять же. Как бы человек может это делать. В смысле сравнивать два. Из разных мотивов. То есть мотивы у этого могут быть разные. И не всегда эти мотивы являются, ну, скажем так, именно конкретно, ну, проблемы. Прямо. То есть это может быть вот такая природа человека. В первую очередь здесь посмотрите, пожалуйста, на себя. Да? Ну, конкретно на себя в первую очередь смотрите здесь. То есть, как я на это реагирую. На то, что вот он так вот сравнивает. Вот. Как я к этому отношусь. Что он вот сравнивает. Вот. Вот эти вещи в данном случае важны по-настоящему. Как мне кажется. Вот. То есть, понимаете, сейчас вы находитесь по факту со своим мужем. Вы как будто бы очень честные связи. Вот. Как будто бы вы от него зависите очень. Очень сильно от него зависите. Вот. Ну, это не ведь хорошо. Как я надеюсь, вы понимаете. Вот. Я бы, честно говоря, вопрос поставил бы так. Да? Что вот, работа с границами, то есть, с личными границами для начала, то сейчас вы, вот, просто, ну, пытаетесь, вот, своего мужа, да, просто, вот, ну, переделать. И, как бы, ну, вот, озвучивайте, так скажем, свои претензии, которые есть у вас. Вот. Вот. К... 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 Нему. Это больше похоже на претензии. Понимаете? Вот. Проблема это немножко другое. Дальше. Флирт с другими женщинами в моем процессе, когда я не был в курсе, потом, потом узнала. Смотрите. Это может быть проблемой для вас. Ну, проблема ли это для мужик. Вот. Вот. Это очень важно. Потому что если для него это не проблема, вот, то как, тогда это можно, ну, условно говоря, менять. То есть вы вот, к сожалению, описываете. А больше, вот, вещи, которые волнуют вас, и, судя по тому, что вы говорите, эммм, не очень беспокоят, эммм, конкретно вашего мужа. Эммм, конкретно его это не очень сильно беспокоит. Вот. Вы описываете то, что трудности в бытовом плане. Ну, говорите в смысле, что у вас, вот, трудности в бытовом плане. Что вы имеете в виду, что вы имеете в виду? Говора. Про трудности в бытовом плане. А больше, для кого, для кого это проблема? Для вас. А, для мужа. Понимаете? Я так нельзя так понять. История длинная и сложная. Ну, тут нужно смотреть. Получить помощь эксперта вместо с мужем. Чтобы данные проблемы решились при сохранении нашего родного союза. Так это ваши проблемы пока. Не муж. Если это не получится, я принял решение прекратить отношения. Они тяжелые. Опитами все в отрыве от личности человека. Личности человека здесь как будто бы нет. Я долго верил, а кто-то мне пришел решить эти проблемы. Ну, отношения строят. Двое людей. Теперь я поняла, что ошибался. Эти вопросы зависли только от меня. А что произошло? Многое было испробовано, не помогло. Значит, неправильно делало. Я пробовал разные способы общения, разные реакции. Предпринимал попытки работать там. Так. Предпринимал. Значит, пробовал разные способы общения, разные реакции. Для чего? Чтобы изменить мужа. В этом и ошибка. Реакции-то должны быть искренние и важные, а не чтобы кого-то изменить. Работала одна с психологом и предпринимали общаться с психологом вместе, но через пару год это заканчивали. Почему? Проблемы в наших отношениях и куранты делят так, а как они могут деться? Так, сейчас мы оба настроены. Уважаемые эксперты, кто готов с нами работать? Да кто угодно. Кто угодно. Выбирайте. Вот. Так у меня есть сомнения, а у меня есть некоторые вопросы к ожиданиям. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.